Борьба с терроризмом, арабская весна и ее последствия, провал мультикультурной политики в странах Европы, феномен Викиликс, а также роль СМИ в современном обществе. Это ключевые темы 10-го Евразийского медиафорума, который, кстати, впервые проходит не в Алматы, а в Астане. Несмотря на то, что некоторые приглашенные так и не приехали в столицу Казахстана, в первый день форума полемика была довольно горячей. Галия Марат побывала на встрече и поняла, что кроме взаимных упреков, экспертам нечего сказать друг другу. Одна из главных медийных встреч года Евразийский форум в этом году открылся не в Алматы, а под столичным небом. Иностранные гости вновь говорили о глобальном, о причинах и последствиях арабской весны, секретах Викиликс, таможенном союзе и противостоянии терроризму. О том, как бороться с радикалами традиционно спорили американцы и россияне. На Ближнем Востоке с пробуждением демократии, арабской весны, мы на пороге огромной гражданской войны по всему Ближнему Востоку между шиитами и сунитами. Для политического ислама добиться ухода Абдуллы Салиха в Йемене, Мубарака в Египте, Каддафи в Ливии, это была мечта на протяжении нескольких поколений. И сегодня оказывается, что для международной бюрократии эти фигуры также являются исчерпавшими свою полезность и необходимо их снять из носки. И в Евросоюзе всегда будут на данный момент, в данной конкретной ситуации призывать к пониманию политического ислама, поскольку они сейчас рассматривают его как свой инструмент. Российские аналитики уверяли, что терроризм всегда кто-то финансирует и контролирует, а гости с Запада, в частности из США, по-прежнему навязывают свои демократические принципы всему миру. Американские коллеги не упустили возможности напомнить о событиях в Чечне и социальных проблемах, которые, по их мнению, и приводят к радикальным последствиям. Подобная словесная перепалка Москвы и Вашингтона на медиафоруме уже стала традицией, а их суждения стары как мир, уверен казахстанский политолог Ирлан Карин. Те же штампы, те же тезисы, те же стереотипы, вокруг которых и бесконечная ходьба по кругу, да, эксперты, которые выходят на дискуссию, вместо того, чтобы расшифровывать, а где-то, может быть, даже разоблачать те навязанные политиками термины и понятия, они, вместо того, чтобы их расшифровать и объяснять, они, наоборот, их дальше развивают. Казахстанские эксперты тоже говорили о том, что такое терроризм только в коридорах и в перерывах между заседаниями. Список спикеров отечественных политологов не включили. По мнению Карина, терроризм в Казахстане есть и уже стал серьезной проблемой. Пока еще мы не ответили на вопрос, кто с нами воюет, против кого мы, собственно, воюем, кто нам противостоит. И понятно, что сегодня мы, может быть, не столкнулись с какой-то организованной структурой. Возможно, нам не противостоит какая-то слаженная международная какая-то организация. Но в любом случае мы имеем дело с разрозненным, но с какой-то сетью подпольных радикальных групп. Эксперт по политическим вопросам Николай Кузьмин уверен, в стране пока можно говорить только о проявлении экстремизма. Взрывы возле зданий правоохранительных структур, перестрелки и массовые убийства, по его мнению, слишком разрознены. И кто за ними стоит, пока не ясно. В Казахстане мы видим скорее проявление экстремизма, то есть крайней реакции на какие-то проблемы, с которыми сталкиваются люди. Часто это проблемы не социальные, а личные, персональные, психологические проблемы. В этом году медиафорум обещали провести еще весной, но организаторы перенесли его из-за занятости некоторых гостей. В списке приглашенных была экс-президент Кыргызстана Роза Алтумбаева, глава движения «Единая Грузия» Нина Бурджанадзе, экс-госсекретарь США Кандализа Райс, последний президент Советского Союза Михаил Горбачев и даже основатель Викиликса Джулиана Санж. Правда, и сегодня известные гости замечены не были. Галия Мрад, Тимур Есеноманов, 7 канал.